SCP-066 Игрушка Эрика Объект номер SCP-066 Класс объекта безопасный Изменено Евклид Особые условия содержания SCP-066 должен содержаться в охраняемом сейфе в зоне 21 Сотрудники второго и выше уровня допуска могут проводить эксперименты с SCP-066 после заполнения соответствующих форм запроса Исследователи могут записывать полученные результаты в протокол экспериментов 066-бета Изменено SCP-066 должен содержаться в сейфе из карбидовольфрама находящемся в хранилище особо ценных предметов зоны 21 Каждый месяц сейф должен вручную проверяться на наличие повреждений внутри SCP-066 неуклонно уничтожает любые записывающие устройства помещенные в сейф Если повреждения имеют место SCP-066 должен быть перемещен в новый сейф Эту работу следует выполнять при помощи руки робота способной произвести проверку в течение 3 секунд Описание SCP-066 это бесформенная масса спутанных нитей весом приблизительно 1 кг Нити SCP-066 можно отделять от общей массы и манипулировать ими При этом объект издает звуки из диатонической гаммы Дорами фасоль оси Когда сыграно 6 и более нот SCP-066 производит неопасный эффект различной природы и продолжительности SCP-066 не реагирует на манипуляции пока действует любой произведенный им эффект До инцидента 066-2 результаты включали Маленький хлопчатобумажный котенок В которого SCP-066 трансформировался на 17 минут Котенок проявил заметное дружелюбие и игривость Также не обладал когтями и половыми признаками Песня под акустическую гитару 4 минуты в длину Исполняемая певцом, композитором удалено В словах звучало предупреждение для слушателя Не пользоваться острыми предметами без присмотра старших Маленький шоколадный кекс с шоколадной глазурью Сверху украшенной одной свечкой Было замечено, что издаваемые перед этим эффектом звуки Соответствовали первым нотам мелодии с днём рождения SCP-066 стал более чутким После того, как упомянутый кекс был съеден Инцидент 066-2 18.04.2008 D-066-44-37 Было приказано срезать ножницами небольшую часть SCP-066 В экспериментальных целях Однако, когда он начал резать SCP-066 откатился от него на 1 метр После чего остановился и издал непонятный писк Прежде чем получить дальнейшие инструкции D снова попытался отрезать кусок Но SCP-066 снова откатился прочь и произнёс фразу «Ты, Эрик?» После того, как D ответил отрицательно SCP принял нынешнюю форму И начал издавать громкое и неприятное на слух стаккатто Пока D не вывели из помещения После инцидента 066-2 SCP начал демонстрировать поведение, крайне противоречащее его предыдущим свойствам SCP показывает значительную подвижность В основном в форме способности передвигать части себя на очень большой скорости Если 066 не хочет или не может пользоваться этим способом передвижения То будет время от времени пытаться повредить своё место содержания Обтирая своими нитями одну из сторон сейфа Отчего та постепенно протирается Этот процесс необычайно эффективен для рассматриваемых материалов Помимо подвижности 066 автоматически издаёт ноты и эффекты в присутствии любого человека Независимо от того, взаимодействует ли он 66 или нет Этот процесс занимает минимум 6 секунд После инцидента 066-2 Эффекты производимые 66 включали Одна пчела, выпущенная возле комнаты содержания Ужалившая D-4436 перед тем, как улететь Поймать пчелу не удалось Неизвестно, как ей удалось выжить Вторая симфония Бетховена Проигрывавшаяся с громкостью более 140 дБ Вызвавшая полную глухоту у троих сотрудников И постоянное повреждение слуха у ещё семи В комнате, содержащей SCP-066 На пять часов внезапно полностью отключился свет И сотрудники в комнате сообщили о том, что слышали громкое дыхание позади себя Но источник звука виден не был Когда SCP-066 не производит аномальные эффекты Он постоянно произносит имя Эрик низким голосом Персона в лохмотьях Перевод Прошло пять дней с того инцидента Эрик сказал не более трёх слов с тех пор Что тут было говорить? 67 человек были мертвы И большую часть из них он знал Он попал в госпиталь Ему задавали десятки вопросов, десятки людей Его тело болело, покрытое порезами и ушибами В какой-то момент он вывихнул лодыжку По сравнению с тем, что случилось с другими Которые были там той ночи Его состояние можно было назвать только огромным везением Но он не чувствовал себя везунчиком Он был бы везунчиком, если бы были живы его друзья Да и те другие, все кто умер Он бы не лежал на этой кровати Пялись контуженным взглядом сквозь потолок Он рассеянно потирал кольцо, которое держал в руке Это было кольцо его лучшего друга Райли Эрик как-то не думал покупать себе такое Просто не видел смысла в подобных вещах Но сейчас, когда Райли умер Эрик не хотел выпускать кольцо из рук Он думал о Тобиесе и Шерри Он ходил с ними на концерт всего месяц до того Он знал, что тогда все трое смеялись и шутили Хорошо проводили время, но когда он попытался представить это Все, что ему удалось увидеть, это тела, лежащие на сцене прямо в школьном зале Ситуация особенно не менялась, когда он представлял Оливера Который болтался в петле на другой стороне сцены Эрик сидел достаточно близко, чтобы видеть, как он дернулся 4 раза После того, как его шея сломалась И прежде чем начать, висеть спокойно, только слегка покачиваясь На пару моментов Эрик даже подумал, что выступление выглядит очень круто и реалистично Так было до тех пор, пока Тобиес и Шерри не зарезали себя Он осознал, что что-то было ужасно неправильно, когда раздались первые крики Он вспомнил, как встал и ощутил кулак на своем затылке Он не мог сказать, чей это был кулак, потому что он двинулся вперед И инстинктивно схватился за место, куда пришелся удар Его отвлекли хриплые звуки со стороны Это был Райли, недалеко от него Кто-то схватил его за горло, но Эрик не знал кто Он крикнул им, чтобы они остановились и отпустили Райли Но они не слушали Райли издал несколько звуков, прежде чем его дыхательные пути были полностью сдавлены Эрик не знал, что ему делать, пока его друг боролся за то, чтобы вдохнуть хотя бы немного воздуха Это случилось, когда он повернул голову, чтобы позвать на помощь Эрик увидел фигуру, стоящую на сцене, прямо перед Оливером Высокая персона в лохмотьях Актер, появление которого Эрик все пытался объяснить, еще когда увидел его в первом акте Кем бы он ни был, он смотрел на Эрика Во всяком случае, ему так казалось Голова фигуры повернулась к Эрику, и он почувствовал взгляд глаз, которых не видел Он застыл Его паника была вытеснена животным ужасом, пробравшимся в разум Который заставлял волосы на его шее вставать дыбом На фоне всего этого, он слышал голос на задворках своего разума, что-то шепчущее ему Он не мог запомнить что, но он знал, что что-то важное Что-то, что надо сделать Что-то, что надо прекратить делать Райли Ему надо было прекратить душить Райли Но он не мог перестать душить Райли И он не мог вспомнить ничего из того, что случилось потом До следующего дня, когда он рыдал на плече своего отца Он пах дымом, хоть и не помнил огонь Подождите-ка Все стало возвращаться к нему Тогда он заметил огонь на сцене Примерно тогда, когда он закончил бороться с Рэйчел Оставив ее на земле без глаза и пары пальцев Огонь нашел шторы и принялся пожирать их Быстро окружая сцену и заставив сигнализацию включиться Дополнив истерику аудитории Эрик увидел огонь и решил найти выход Но отбросил это решение, когда увидел фигуру в лохмоть их снова Он снова ощутил взгляд этих глаз Что это такое? Ему не удалось понять Это разозлило и напугало его больше всего Больше всего, что он испытал этой ночью Больше, чем зрелище всех этих мертвецов на сцене Больше, чем звуки, криков и паники Ярости и боли Окруженная телами и огнем Эта персона, эта штука Смотрела сквозь толпу на Эрика Он завопил и замахнулся На того, кому не посчастливилось находиться перед ним в этот момент Он бы так и продолжил Если бы мужчина в сером костюме Не утащил бы его оттуда И не вытолкал через ближайший выход Эрик проснулся от кошмара и немного запаниковал Прежде, чем он понял, что он в безопасности Кольца не было на его руках Но его поиск не занял много времени Оно нашлось на другой стороне кровати Он потянулся, чтобы достать предмет Но его снова настигло это чувство Его разум наполнился животным страхом, как пять дней назад Он был едва способен подавить крик ужаса Когда, как ему показалось Он увидел персону в лохмотьях Пялищиеся на него прямо из окна в его спальне Его сердце заколотилось в груди Эрик выронил кольцо Он понял, что человек в окне был его спасителем в сером костюме Человек ничего не сказал Но, как ни странно, впервые за много дней Эрик чувствовал себя спокойно Они смотрели друг на друга еще минуту, прежде чем мужчина ушел Эрик провалился обратно в сон Кольцо пропало, когда он проснулся на следующее утро Эрик не слишком переживал по этому поводу Дневник Эрика Перевод Записи о шлеме для контроля над разумом От Эриком Прикрепите провода внутри шлема Нанесите блестящий клей внутри шлема Положите в микроволновку Нажмите кнопку 5 дважды Но не нажмите кнопку 4 случайно Охладите льдом из холодильника Я проделал это дважды Но потом мама разозлилась Наверное, потому что у меня кончились велосипедные шлемы Как мне достать еще? Дорогой дневник Вчера странный парень разговаривал со мной в интернете о шлемах Я не знаю, куда им еще больше шлемов Я же сделал всего два Он сказал, что хочет больше Друзья, я считаю, что пора заводить новых друзей Потому мы решили помочь Но я не знаю, поступаю ли я правильный дневник Чарльз говорит, что нельзя неправильно поступить, когда помогаешь людям Он еще хочет лучевую пушку Мне кажется, я никому о ней не рассказывал Надо бы попросить у Эскимо лучевую пушку обратно Лучевая пушка важна для меня Но я ее отдал Эскимо, чтобы ему помочь Надеюсь, получу ее обратно Я знаю, что не всем, кого встречаешь, можно доверять Но тот человек из интернета хочет завести друзей Ему нужно только попросить, и я стану его другом Спокойной ночи, дневник Дорогой дневник Эскимо сказал, что я не должен отдавать лучевую пушку Я сказал Эскимо, что он ошибается Так как он просто плюшевая игрушка И ничего не знает о настоящих людях Он заплакал и больше со мной не разговаривает Иногда хочется, чтобы у меня были настоящие друзья А не просто плюшевые монстры и мама Потому что эти плюшевые скучные А мама всегда на работе Записи о говорящем ошейнике для зверей Возьмите ошейник Джелли Возьмите говорящую коробку из старого плюшевого медведя Он не заметит, да и это для хорошего дела Смотрите видео с животными Посмотрите на движения собаки Такие как виляние хвостом и высунутый язык Теперь у нас есть волшебный ошейник Теперь Джелли понимает меня И я могу рассказать ей, что происходит Она слушает, и она хорошая собака Она рассказывает мне о собаках в поясе астероидов Дорогой дневник Сегодня я сидел за компьютером и зашел на форум Там все настолько круче меня У них у всех более крутые игрушки И они могут делать трюки круче, чем я Они знают меня и они говорят мне привет Хотя они мне не друзья Я спросил у одного из них, как они завели друзей И они сказали, что находят друзей в сети Я не хочу друзей из интернета Я хочу таких, которых можно увидеть Лучевая пушка для того, чтобы заводить друзей Возьмите земляного червяка Джима И сделайте из него дружеский соус Нужна лучевая пушка Чарльз одолжил мне свою Идите в интернет и спросите секретную формулу Слендербай посоветовал удалить систем 32, чтобы это не значило Возьмите блендер и смешайте все с дружеским соусом Я использовал дружескую лучевую пушка на выключателе И он стал другом, и он не врет Я позволил эскимо принять решение насчет лучевой пушки Я больше не выдержу этого Эскимо говорит, что всюду видит знаки А еще, что положить лучевую пушку в почтовый ящик для ненастоящих друзей Было плохой идеей Откуда ненастоящие друзья возьмут мой адрес? Я не задумывался об этом Эй, журнал, почему я так нервничаю? Как будто что-то не так Мама говорит о новостях Люди начинают сильно болеть Речь предположительно о SCP-4688 И перестают думать Она была реально напугана этим и не знает, что делать Это не то, что можно сделать лучевой пушкой Но это и не микроб Так, дневник Я пошел на форумы Поговорить Я там общаюсь на тему того странного видео С человеком в капюшоне И некоторые парни сказали, что знают его А еще они упомянули мои шлемы и лучевую пушку Он использовал их И не спросил меня Это нечестно Я должен поговорить с ним У меня есть его адрес Это должно его напугать Дурак Я снова смотрел новости Они сказали, что там 4000 умерло из-за дурака И меня Эй, дневник Мама заметила, что я веду себя по-другому в последнее время Я не хочу ее злить своими проблемами Но я сильно влип Вот бы калькулятор был со мной Примечание Речь, вероятно, о SCP-168 Я не помню, где оставил его Но он всегда помогал мне с решениями А еще я говорил с Джоном Есть еще время все исправить Он все еще как дурак Он не слушает меня Я не могу остановить его Он большой Я звоню в полицию Дневник Дурацкий человек не появился в сети Так что я думаю, его арестовала полиция Интересно, а что случилось с лучевой пушкой? Надеюсь, ее никто не нашел Я вот думаю, а почему он так делает? Что заставляет его быть таким дураком? Я пытался искать его на форуме Но форума не было Я даже вбил его название в гугле Но и там его не нашлось Его нет и в моих закладках Я скучаю об этих ненастоящих друзьях Какие-то люди из полиции приходили сегодня Мама говорила с ними Они сказали, что кто-то заходил на незаконный сайт из нашего дома Сайт хакеров был незаконный Я не знал, что нарушил закон Я просто развлекался Так или иначе, интернета больше нет И мама очень зла на меня Плюшевые монстры больше не разговаривают со мной Я хочу в школу Я хочу найти живых друзей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому